Давайте рассмотрим пример логического выражения, которое содержит несколько операций. Давайте заведем три логические переменные x1, x2, x3. Присвоим значение false, true, false. Это можно сделать одной операцией. Вот таким образом мы причисляем три переменные в левой части, в правой части причисляем три значения. Они в таком порядке будут присвоены переменным. Дальше давайте рассмотрим выражение вот такое, not x1, or x2, and x3. Давайте посмотрим, как это вычислится. Мы получили результат true. Как вычислялось это выражение? Наибольший приоритет имеет операция not, поэтому сначала вычисляется not x1. not x1, not false, то есть у нас получилось true в этой части. То есть выражение получается примерно такое, true, or x2, and x3. Что вычисляется дальше? Дальше операция and имеет более высокий приоритет, нежели операция or, поэтому сначала вычисляется x2, and x3. И true and false, это все преобразуется в false. То есть у нас получается выражение в виде true or false. True or false, true or false это true. Поэтому в результате мы получили true. Давайте посмотрим, что произошло бы, если бы порядок вычисления был бы прямой, слева направо. Для этого мы можем просто расставить скобки в этом выражении. Копируем. Вставляем. И ставим скобочки not x1, or x2, and x3. Вот такой порядок вычисления. В таком случае мы получаем false. Сначала not x1 это true. True or x2, то есть true or true, это true. А в конце мы применяем операцию и x3, которая false. Значит в результате у нас получается ложное выражение. Второе вам надежно и на follической колэ 경우. Так. Так.